Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 22 тысячи кировчан нашли работу через службу занятости. Трудоустроились 75% людей, обратившихся в службу в 2023 году. Годом ранее устроить удалось только 65%. Улучшились в 2023 показатели и по уровню безработицы. В регионе был зафиксирован самый низкий ее уровень в истории – 2,9%. Год назад этот показатель был 3,8%. Упал и уровень регистрируемой безработицы. На конец декабря он составлял всего 0,4%, что в два раза ниже, чем в тех же числах 2022 года. Сейчас служба занятости региона насчитывает более 17 тысяч предложений от работодателей во всех отраслях экономики. На одного безработного приходится 6 вакансий. Почти 7 тысяч кировчан вывели за год из трудовой тени. Это на 40% больше, чем годом ранее, рассказали в областном правительстве. Там сообщили, что в регионе ведется активная работа по снижению неформальной занятости. Свершаются выезды на предприятия и в организации. Работодателям, обеспечивающим своим сотрудникам достойную белую зарплату, оказывают меры поддержки. Также в 2023 году с долгами по заработной плате рассчитались более 20 организаций региона на сумму свыше 23 миллионов рублей. В эфире «Экономика». 300 тысяч рублей штрафов заплатят кировские предприятия за загрязнение рек. В 2023 году за это были привлечены три юрлица, рассказал в интервью порталу «Источник онлайн» министр охраны окружающей среды Тимур Абашев. При этом заметил, что полномочия министерства по проведению проверок и возбуждению административных дел были существенно ограничены. Так, было выявлено загрязнение реки Быстрицы в селе Вожголы Куменского района. Виновника определенно заплатит 150 тысяч рублей. Также была загрязнена река в селе Коршекорчевского района. Причина – изношенные очистные сооружения. Предприятие заплатит штраф 75 тысяч. Столько же еще одно, из-за работы которого была загрязнена река в черте поселка Пижанка. Причина та же – очистные требуют реконструкции. Предприятие обязали провести эти работы. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».